всем доброго времени суток я рад приветствовать вас на нашем зарубательском канале и сегодня мы поговорим про отводной поводок идея записать этот ролик возникла после того как с каждым годом все больше и больше наших друзей знакомых начинают рыбачить увлекаются этим видом отдыха активного и для начинающих я считаю что это самый лучший монтаж который прощает очень много ошибок прощает так скажем подходит для любых снастей практически любим с любым спиннингом можно половить даже бюджетным вот универсальным так скажем да поэтому начнем с чего начнем с привязывания вертлюга карабина к шнуру вот так все это дело должно выглядеть я уже вязал проверял сейчас откусим узел не называю восьмерка у них много разных названий это самый оптимальный самый прочный узел то есть никаких клинчей быть и не может до клинч вяжется на монолески вот потому что монолеска не такая скользкая все очень просто складываем леску вдвое и продеваем ушка вертлюга карабина все продели теперь вяжем обычный узел прямо самый обычный узел все связали и еще раз двойной делаем еще раз продеваем петельку подтягиваем и в образовавшуюся петельку продеваем наш кабель все очень просто и быстро все затягиваем лишнее откусываем с этим разобрались далее здесь у нас получается спиннинг далее нам понадобится вот такой вертлюжок тройной причем будем мы вязать монтаж вертлюг карабин застегиваем вертлюжок наш именно таким способом где у нас вертлюги сквозные и вот отвод и вот к этому отводу мы будем вязать нашу приманку сквозному мы будем вязать поводок с грузиком с таким грузике бывают разного разной громовки разного размера длины до пропорции так скажем но вот этот у нас 6 граммов но оптимально для глубин там до двух метров и со спиннингом там до 12 граммов отличный вариант тут тут мы уже будем вязать клинч не забываем до что мы вяжем сквозном проходящему получается не под 90 градусов до вертлюгу а просто сквозным вдеваем ушко узел называется клинч тоже очень простой продеваем леску в ушко и начинаем делать обороты вокруг лески делаем штук пять шесть семь после чего в образовавшуюся петельку продеваем кончик и затягиваем узлы предварительно смазываем грузик у нас привязан расстояние от карабина до грузика в районе 30-40 сантиметров вот даже от 20 до 30 40 сантиметров так далее и еще момент вяжем мы все это дело на флюрокарбоне потому что он по жестче до меньше перекручивается меньше заломов и зацепов да вот ноль двадцать вот у нас ноль двести пять миллиметров ну ноль два круче леска ноль два ноль двадцать пять вот так как в этом пределе я буду вязать на черной леске чтобы было контрастно и понятно далее отводной поводок сам отвод с приманкой я делаю метр двадцать полтора метра не менее меньше метра вот результативность падает прям прям реально падает не знаете чем это связано давайте в комментариях там эксперты может быть подскажут но вот на собственном пути понятно уже точно таким же то есть дальше уже все все узлы все соединения будут вязаться одним и тем же узлом это у нас клинч также продеваем продеваем в петельку делаем несколько оборотов 5-7 и в петельку обратно загоняем затягиваем для монолески для флюрокарбона этот узел достаточно прочный поэтому ничего тут выдумывать не надо он вяжется быстро так вот ну и получается концу поводка мы привязываем приманку кстати существуют существуют вот такие вот блесна они не огружены они созданы специально для отводного поводка и они очень хорошо работают по окуню прям замечательно на равномерной проводке просто бомба это вообще перка ее придумали новосибирцы она прям очень хорошо работает по окуню то же самое привязываем клинчем делаем несколько оборотов и в образовавшуюся петельку заводим кончик и затягиваем все банально просто лишнее все вот у нас получилось снасть итак от вертлюга тройного до грузика у нас 25-30 сантиметров от вертлюга до приманки метр двадцать полтора метра обязательно проводки как равномерный то есть если это блесна это равномерной проводки если это какая-то резина то можно использовать и равномерную проводку паузы протяжки резкие подрывы все это работает для начинающих я считаю что это самый оптимальный вариант уловистый можно делать самую простую анимацию это два оборота катушкой пауза два оборота пауза пауза может длиться до 5-10 секунд и именно вот на падении на на паузе происходит поклевка в чем же момент когда вы подтягиваете приманка взлетает от 1 вы останавливаетесь грузик сразу падает но сама приманка начинает парить еще то есть она еще движется она парит и медленно медленно падает и не активному окуню это очень нравится щуки то есть вы максимально имитируете раненую рыбку надеюсь монтаж понятен он прост если есть какие-то моменты у экспертов чтобы добавить я буду только рад пишите в комментариях что что можно улучшить кто как вяжет это очень интересно и для нас и для наших зрителей для начинающих рыболовов для наших друзей для наших подписчиков поэтому ставим лайк колокольчик подписываемся и ждем новых видео мы с вами мы вас любим пока пока пока